Идея, которую хочу воплотить в жизнь, это небольшой 50-литровый аквариум, в котором будет кусочек местной природы. Листая журналы по биотопным аквариумам, невольно ловлю себя на мысли, что всем нашим аквариумистам неинтересны родные водоемы. И именно поэтому в большинстве случаев так много представлено биотопов заморских стран. Может быть я ошибаюсь. Может быть наши местные биотопы не так красивы и в этом причина. Все может быть. Да и вообще запуском биотопного аквариума занимаюсь впервые. Это начало большого пути. Впереди нас ждет знакомство с местным грунтом, корягами, камнями. Познакомимся с растениями и посмотрим, как местные биотопы выглядят под водой. Обсудим жителей реки и протестируем воду. Это первое видео небольшого цикла выпусков. Для съемки под водой приобрел себе вот такую небольшую простенькую камеру. Не знаю, насколько хорошо под водой будет видно, ведь вода в реке достаточно мутная. Я нахожусь в Коломне. Это город в Московской области является городом областного значения. Один из древнейших и красивейших городов Подмосковья. Согласно последним исследованиям, основан в 1140-1160-х годах. Город расположен у впадения реки Москвы в Аку. Меня больше всего интересует Ака. Река Ака в районе Коломны имеет значительную ширину до 200 метров, а глубина примерно 10 метров. Дно реки неравномерное, с различными глубинами и резкими их перепадами. Именно кусочек этой реки я хочу видеть в своем доме. Называться аквариум так и будет берег Аки. Исток Аки расположился в Орловской области в поселении Александровка. Начинается река из маленького родничка и протекает по периметру среднерусской возвышенности. В своей верхней части река узкая и имеет большой уклон. В эту водную артерию впадают реки из 15 областей России. Вблизи города Нижний Новгород река вливается в Волгу, а в нижней части реки русло заметно расширяется. Протяженность почти 1500 километров, а площадь бассейна 245 тысяч квадратных метров. Из представителей древесных здесь в большинстве своем прорастают ива, осокарь, сосна, ель, но и другие деревья тоже есть. Просто не так часто встречаются. Ветки и корни именно этих деревьев находятся в воде. При этом в окее есть участки, где вовсе нет ветвей, так как их уносит течение. Но пройдя 15-20 метров можно наткнуться на настоящий коряжник. Точно так же и с грунтом. В одном месте только песок, в другом мелкие камешки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Побродив по берегу, я решил остановиться именно на этом участке. Тут есть и крупные и мелкие камни, песок, мелкие коряжки и вот эта мертвая рыбка, которая наверняка осталась от местных рыболовов. Это не пляжный участок, да и купаться здесь страшно. Обратите внимание на дно. Сквозь воду видно осколки стекла. Поранить ногу здесь можно проще простого, но тем не менее мне придется с видеокамерой зайти в воду для того, чтобы посмотреть, как берег Аки выглядит под водой. Мне нужно увидеть реальную картину для создания биотопа. Итак, пора погрузить камеру в воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень мутная вода. Рассмотреть природную и естественную красоту очень сложно. Поэтому мне придется еще не раз сюда вернуться для поиска идеальной композиции и самой идеи. Ну а пока моя задача просто познакомиться поближе с этим местом. Увы, никакой растительности я тут не увидел. Не увидел в этот раз. Но я здесь бывал раньше и точно видел роголистник, которого сейчас нет. Если на протяжении всего моего изучения он так и не появится, возможно в аквариуме не будет абсолютно никаких растений. Песок достаточно мелкий, серый и на этом участке он в перемешку с камнями. Абсолютно разного размера. Среди камней встречаются пустые раковины улиток. Это своего рода маленькая фишка, которую возьму на заметку для будущего оформления. Форма камней разнообразна. Есть полностью окатанные камни, то есть гладкие со всех сторон, но есть и достаточно грубые. Очень мне нравятся и эти глыбы. Некоторые из них находятся под водой, другие над водой. Конечно такого размера камень в мой аквариум не поместится, но в качестве лекора возможно буду использовать крупные глыбы. Еще раз опустился под воду. Обратил внимание на коряги. Или, правильнее сказать, в этом случае ветки. Крупных корней и веток в воде нет, но мелкие веточки присутствуют. Ведь при этом они так хаотично расположены, что я пока не понимаю, насколько гармонично все это будет смотреться в аквариуме. Пора подводить первые итоги после знакомства с этим участком реки. Итак, что будет в аквариуме? Песок разнообразного размера и вида камней. Пустые раковины улиток. Пока что полное отсутствие каких-либо растений. Мелкие веточки деревьев, торчащих прямо из песка. На этом я пока что остановлюсь. Естественно, весь материал для оформления буду брать с естественной среды. Чтоб сам биотопный аквариум был максимально схож с живой природой. Но собирать материал буду чуть позже. Есть ли среди вас знатоки по камням? Очень интересно узнать название этих камней. Кто знает, пишите в комментариях. В следующем видео я вернусь на это место. В дальнейшем мне нужно снять показатели воды, познакомиться с обитателями, собрать материал, да и вообще еще много-много разной работы. Так что скоро увидимся вновь. До встречи на канале ПАР. 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 Субтитры создавал DimaTorzok